На канал из ИГЭТ поступил такой вопрос. Если болезнь от Бога, то зачем тогда молиться о здравии? Но если мы посмотрим Библии, посмотрим книгу Иисуса Сына Серахова, то мы найдем там, что Господь благословляет обращаться к врачам. И врачи тоже от Бога. И помощь Божия приходит через людей, она приходит через врачей, через лекарства. Болезнь нам зачастую дается, чтобы в болезни, понеся крест болезни, мы научились Богу обращаться искренне во все души. Если человек не болеет ничем, если душа не болеет, если человек находится в благополучии, в оздравии, то ему очень трудно обращаться к Богу, очень трудно молиться. Действительно, что может подтолкнуть человека к покаянию, если он не чувствует с собой ничего, если душа у него не скорбит? Что может подтолкнуть человека к словословию Бога, если ему и так хорошо, и радостно, по-человечески? Вот Господь милостивый посылает нам болезни, посылает нам страдания. И когда болезнь посылается по воле Божией для нашего спасения, то не остается буквально живого места. Каждая косточка сокрушается. Чтобы ничего человеческого, никаких человеческих сил, никаких привычных для нас с вами подпорок не оставалось. Когда это не остается, то нам ничего не остается делать, как обращаться к Богу. Господь говорит, просите, дано будет вам, ищите, найдете, стучите, отворят вам. И вот именно в болезни у нас есть возможность к Богу особенно приблизиться. Если мы не ропщим в болезни, а молимся, то мы духовно растем. Если мы не ропщим в болезни, а несем свой крест безропотно, то мы к Богу приближаемся, приближаемся к нашему спасению. Если мы относимся к болезни как к уроку духовному, духовной жизни, то мы можем много преуспеть, пока мы болеем. Болезнь – это шанс преуспеть в духовной жизни. Поэтому, когда болезнь бывает попущена, будем молиться о здравии и о том, чтобы была воля Божия во всем нашей жизни. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.